вы наберете 60 человек нет 50 только могу ну наберите 50 тогда я буду проводить семинары сентября по май за 53 года вы станете волшебником номер два может даже номер три потому что может еще то не не держи эту штуку вынимаете мне помочь вот это донести туда могу давайте попробуем а то я как-то с тех пор как я ушел из силовых жонглеров я совсем ослабил я раньше в цирке работал с Валентином Дикулем выносил ядро ядро весило 90 килограмм но это правда было в 80 году потом я перестал заниматься вот этими всякими силовыми штуками я понял что я перевожу свои силы каждый день в тренажерном зале по 10 часов бесполезно эти всякие продукты переведены да ведь у меня написано лейтенант Шмидт я не вижу он на коврике понравится остап бендер не воробьянинов шура балаганов паниковский шура балаганов номер два вот такая на стене посмотрите не у меня таких нету а кому вы молитесь ведическим богам как кто ваш гуру у меня нету прадхупада нет никто так а по каким источникам вы готовитесь так я вообще не готовлюсь откуда вы знали что эти веды читаю какие именно с норийские а трехлебов нет хиневич так а на чем вы остановились то я ищу толком не начал даже так как то вам больше нравится световид вам больше мол венец нравится да не все хорошие как тут выбирать ну да а если вот этот колодец это какой бог это колодец серафима варуна так вы говорили что колодец серафима с варуна это я в тот раз говорю вот смотрите если вам надо из вот этого контейнера сделать дачу как это сделать перуна надо попросить помочь зайдете ко мне я на балашовке работал харьков-балашовский и там владимир семейш высоцкий вот так вывел и вырежет окошечко кровать дверь на корабль и в индию вы так вы знаете эту песню кто верит магомета кто валахов не не знаю таких песни высоцкого послушайте разумбаума а какая вы с разумбаумом работа нет я не работаю какая вам песня нравится полем 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 а какие там еще есть но смотри я могу из этих облаков сделать вашу мечту давайте с разумбаумом работать ну хотите я сделаю летающий остров давайте это очень просто у вас есть авторучка нету я сегодня выходной так что у меня нет ничего а вообще ничего нету вообще ничего значит надо работать на пальцах тогда смотрите когда вы летите с неба на землю что происходит движение ну вы с какой планеты прилетели планеты земля дыр а где такая планета за максом было вот надеюсь я вам говорю вот видите номер машины да вы проживете четыре тысячи семьсот восемьдесят три года да да теперь слово волшебник начинается с буквы w ну вот скажите как будет по-английски волшебник wizard какой буквы с w правильно и вторая буква уже есть да значит и для того чтобы быть волшебником нужно пять букв еще добавьте еще три буквы з з з з з з з да да вот эту букву если повернуть будет з з з з теперь если два раза з это значит что будет двойная буква ну это какое преимущество а у волшебника есть 22 больших преимущество 58 малых это будет одно из малых киев и вы знаете большие преимущества волшебника а не какие и не знаю а то есть вы ничего не знаете да то есть вы не не слышите ультразвуки мнение ничего не свечу не вижу ничего как устроена машина времени скажите мы не знаю я знаю что машина времени застряла в своем времени. А, значит, надо начать с самого простейшего. Допустим, вы пошли в булочную за хлебом. Вы же хлеб покупаете или сами печете? Покупаем. В какой? В той булочной или в этой? Там уж, там. В центре, на советской? Да. Ну, не на советской, мы в центре. Что на булочной написано? АТБ. Нет. Из какого хлебзавода привозят булки? Салтовский. О, вот я же о чем и говорю. Теперь вы заходите и берете одну булку. Правильно? Да. Но вы же ведический человек. А как ведический человек бы поступил? Ну, так же. Нет. Он пошел бы там, где стоит алтарь ведических богов. Какой ведический бог отвечает за плодородие? Не знаю. Ну, понятно. Значит, я приглашу на пир любви своих друзей, своих врагов. Я приглашу на пир любви всех самых лучших поваров. Мы будем петь, мы будем петь, мы будем весело шутить и на санскрите говорить. Значит, получилось тринадцать, да? Ну, да. Вот этот палец, это какой день? Первый. Понедельник. Ну, сегодня среда. Какой вот из этих пальцев среда? Средний. Большой. Нет. Ну, не знаю, тогда я сдаюсь. Вот это среда. Вот это среда. Соответствует ноте Ми. Теперь четверг. Громовержец, да? Да. Фа. Потом идет соль, да? Да. Вот это соль. Угу. Правильно? Правильно. Вот это ля и вот это си. Вот это центр ладони, это есть темечка. Как у вас эта теменная чакра называется? Исток. Сахасрара. Тысячелепестковый лотос. Какой ваш любимый цветок? Ландыши. Его самый любимый цветок ландыши. Таня, а у тебя какая самый любимый цветок? Счастье цветок. Я написал песню. Солнце любви светит для всех, сердцем согрей нежный росток. Пусть зазвучит радостный смех и распускается счастье цветок, потом пять раз ом. Когда вы первый раз услышали слово ом? Ом. Ом. Что вам напоминает слово ом? Буддистов. А буддисты что вам напоминают? Индию. А Индия что напоминает? Ну вот это от пианино. Это я вам говорил. Пианино называется Украина. Вода Роганская. Человек он тоже такой как Золотарев читает славяно-арийские веды. Да, я не знаю. О, видите, я кашлянул. Кто во мне кашляет? Кто сидит на самой высокой горе в Ямалаях? Будда. Дхи-тхи или по-нашему кхи-ки шива. Как шива называется у славян? Я не помню уже. Рудра. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Лук. Да. Если вы берете много цибули и начинаете ее шинковать и получаете из нее 10 литров лукового сока, говорят, горе луковое, да? Да. Куда вы этот лук будете девать? Складывать. Можно пить, правильно? Может и можно. Вы слышали, что люди изобретают пищу богов. Да. Эликсир вечной жизни. Из чего этот эликсир состоит? В лук. Правильно. Еще назовите еще 8 составляющих. Луковый сок раз. Чеснок. Чеснок сок два. Третий. Картошка. Картофельный сок три. Лимон. Лимонный сок четыре. Алоэ. Алоэ сок пять. Дальше я забыл. О! Какие способы у человека есть вспомнить свои прошлые жизни? Гипноз. Да. Значит, для того, чтобы войти в гипноз, нужно что? Гипнотизер. Нужно строение человеческой психики. На что похожа человеческая психика? на многослойную луковицу. Если возьмите самую большую луковицу, сколько вес самая гигантская, рекордная луковица? Сколько она весит? 10 кг. О! А растет сколько? Сколько самая большая в мире луковица в мире? Луковица? Да. Ну, тыква, горбуз. Горбуз 400 кг. А стоит он одну копейку. Видите? Почему? Потому что раньше вес измеряли не килограммами. Какой диаметр земного шара? Не могу сказать. 22 буквы. Почему 22? В каком алфавите 22 буквы? Не знаю я таких. Вот смотри.